что рестарт помог ну блин это какой-то программный сбок и короче вот этот пропуск адрес был просто пошли красные кодирование то есть это какая-то на программном уровне какая-то херня у меня вообще последнее время то оба ска не включается битрей просто красный перезапускаешь тут же все нормально потом короче включаю ну то есть вот включил например и звука нет хотя ползунок прыгает на vk play звук есть у меня на твиче звука нет в баске все нормально показывает что звук есть короче вообще какие-то проблемы но он стоп разным ссоре но это что-то программа это видимо с программой без что-то или с обновой windows или с дровами короче обновлением карточка да это уже месяц наверно или сколько-то недель здоровый вел но кстати всем ребят доброе утро кто приходит в общем какая-то дичь полная я загрузил видос на youtube и там почему-то последние 7 минут нет звука а это потому что там песня какая-то играла видимо и он вы убирает звук нет тогда я понять ними почему такая херня реально это какой-то бред вообще я не могу с этим справиться я уже все обновлял все делал я очевидно видео со звуком был такая песня это же не со стрима а позже какой ведет загрузил загрузил горит видос сейчас будет вопрос овна для тебя могу ли я тебе его задавать а ну правов ты мечтать а ты свой видос загрузить на youtube и там не было звука понял ну конечно спрашиваю я создан здесь сижу здесь для того чтобы вопрос к у нас уж ты чё мне надо только новых адъютантов трех штук назначить кому-нибудь кто у нас все без помощи то 1 2 как раз три человек без спать и сидеть удивительно назначить адъютанты те какого-нибудь итак при использовании боевых навыков дает 5 критическому удару шоблит происходит там а это вообще к это жесть у меня вообще жесть у меня короче график такой шел ну вот моих вообще график и потом вот так на где-то 40 процентов упала все даже даже больше уже уже если смотреть то даже больше я не знаю чуть за хер у меня месяца два назад такая тема началась месяц просто вот как со скалы разбежавшись прыгнул со скалы и водород хз короче чудо на хрен ничего с этим сделать не могу причем я не то чтобы что-то поменялось ну ну как как бы сам факт того что я стрим да он может только лучше становиться со временем то есть то что у меня и качество лучше становится и я говорю более грамотно и так далее но блин я не знаю почему такое происходит так стойкость критическим ударом если уровень здоровья ниже 50 над шляпка полная 4 блокирование если при атаке или парирование на соседних клетках есть хотя бы один союзник это на танку хотя не важно кому по сути при использовании боевых навыков делает 5 крит ударом я бы саму снайпером сделать походу наши боты накрутки отвалились да знать бы еще были они или нет старые люди встреча уходят а зумеров игры не популярны может быть может быть да блин ну на самом деле пофиг что будет то будет как бы пофигу вот так мне надо кому дать я сейчас маршель адъютанта да еще пять крит удар это для робина лучше 4 блокируем если атак прин так вот надо габриэля дать робину ой блин робину лету дадим на криты до этого тоже чтоб не сдох защиту блокирования так ну все поехали альбректа прокачать думал да думал да но его сейчас без адъютанта ставить а так все качаются когда можно его в принципе взять на всех ну блин так то можно взять где-то у меня макта а они как раз друг друга поддерживают ленар удалить поле боя альбрект мин 24 уровень все разжаловать разместить такте надо чем у него за шмотки на а нас есть клалова у нас вроде есть кто-то был лава какой-то управление альбректу надо шмотки получше дать блин альбрект и звучит вообще-то редкая книга стихийных заклинаний безжалостая книга стихийных заклинаний а в чем разница три критическому удару при атаке или контратаки с использованием магия нормально лучше чем остальное заменить ему до спешки в нормальный нормальный парень интересного ленаровский амулет заберем себе да а у него и нету странно мы же длина рукава даже и давали плюс один защита и дефа блин а где она реально или его только ленар может носить блин у меня пропало оживили куда-то а это типа по квесту считается а вроде она как бы осязаемая ну что его можно юзать у коня точно заберем ну и все уехал книгу маги пошел блин поехал что возьмем огненный шар не херня нас помощнее есть волна холода призывает ледяной ветер наносящий урон маги льда пусть будет ладно ледяная буря и эта херня так ливень вот ауешка кстати мощная всю область вокруг водой покрывает и плюс еще можно потом молнии хернуть я вообще два мага делал в пати водяной вихрь используется короче надо все заклинания с тройным рейнджем столб огня так все отлично альбрехта к бою готов как говорится да с онлайна вообще не говорит это такая дизмораль не знаю что происходит ну что пусть они сами на меня нападают так то я я готов поставим мага пусть бьют его ну а что надеюсь не убьют уж совсем три танка впереди сюда часть коня на так прокачивать тепли я сяду на коня и у скачу куда-то в елена не убили бы меня тут еду на поле он тут не должны меня шок у нас хорошие все бойцы альбрех огненные стрелы ничего себе а это убегать что ли плантом убегает франциско блин а можно правда убегает к цель задания курьер легендов блин дополнительная награда я тут пробежать вообще не могу до него короче надеюсь ты его сможет догнать и победить они все меня пытаются сейчас убить это отвратительно тут бомжи какие то это как бы кажется что бомжи на самом деле вообще не бомжи крит и далее альбрех говорит я хорош вы не зря говорит меня взяли сэр сэр есть сэр вы молодцы сэр все 25 сразу лава лапы магию получил силу получили блогу вот что блин а 30 лава так на право будет 30 лавали получим профессию наконец-то перестанем быть неграмотными рабочими слишком крутое на конечный нечестный даже бомжик бомжа это разбойники обычно зато опытные опытные разбойники не какие-то там знаешь местные неприглядные такой райт мага можно шотнуть как вообще мы умеем шот магов или нет но проблем говоришь посмотрим да блин какая диагональ все не умеют они огненными стрелами умеет ли он просто решает вопрос с магами даже с места не сойду просто пункт и все fine так идон кстати 27 лаван чуся привет что за игра такая это играл вот ты дал а кстати я песенку не включил прикиньте а вы молчите я песенку у нас песенка общего ух ты ничего себе произошло к давай песенка как и включить на как и включить то песенку я теперь не могу ее это активировать меня нету картинки а вот вовсе поехал обновить страничку наоба все поехала сейчас песенка я бы выпил пивка я тоже что за святые угодники что это такое играет можно как бы вжарить как следоват по всем а можно не вжаривать не по всем можно просто защиту уйти защищайся надеюсь они все меня будут бить один даже не доходит кстати блин еще сбежать за курьером там твой криты по мне летят 12 критом нормально танков блин он бегает быстрее чем я так нечестно что еда на получал подачу еще что-то семерку это бомжи слишком сильны для нас эти бомжи слишком сильны для нас сэр под побежали какая скорость чё за хрень персонажи перемещаются верхом получаешь сразу скорости чего вдруг то блять обычной клетки чем проблема кони нужны чтобы быстрее ходить блять да но нахер я не понимаю чуть за руфл такой да но скорее не прикольно ой да не добегу я до него этого курьера кто мне то побежит на шар сань рофл какой-то давай магии короче надо поймать сонливость ему сделать темная вспышка в общем абракадабра а я достать эти бомжи слишком сильны гроза может быть как вот альбрехт да какой гвард там что он тут загвардил мне что все позволяют вообще корин добива не но это реально мощный ребят варли все еще в ярных арт я здоров с тобой давить давить на ты в реван по в упор что ли может боевые навыки дальний дальний выстрел по х веку про не очень до счет не гвард не но это слишком сильный ребят ой не знаю как с ними справляться будем сейчас ой не знаю как справляться не будем я шо ты 1 хп ты серьезно боли хочу так быстрее хочу 30 очень быстрее хочу навыки маги эти блин 28 даже больше чем основной герой у нас представляете франциска когда может быть оценивать брать сел блин на коня называется не могу скакать нигде ох уж эти кони кони мои кони ну ладно куда бежит там лут убегает на только не говори что ты он туда вверх побежишь ты вообще тогда не догнать они он кнопок попался разбойник обался так но они до меня доходят кстати помпу у меня heart starts racing slow down and take a moment не ну как бы пусть заходит только мне надо вот к этому чуваку хочу ехать они мне предлагают первым да блин они меня убьют мне кажется он сейчас намок как бы просто хочу проверить убьют меня интересно или нет мне кажется просто уничтожит хорош с проверить хочу хотя я может мага смогу там шотный лучники ему урона не будут наносить не смогу я его шотнуть блин а если кто-нибудь еще подойдет югорит боевые навыки мне снова поменяться местами не только унизительнейший удар а стану рядом вдруг ему дает какую-то поддержку это здесь еще прикончено критон зачем ты критом бишь 2 хп концентрируйся на мощных ударах кстати один вот сейчас добью сейчас добью смотрите почему да потому что я теперь в окружении своих друзей отличный выстрел в окружении друзей все лучше делать пока его убьют наверно а может и нет альбрехт скачи давай скачи скачи альбрехт блин одной клетки не дотягиваться безмолвие не не дотягиваться одной клетки если пья назад не убегал хотя у кстати вот отсюда то дотянусь дотягиваюсь а сонливость сонливость не дотягивать то что чисто на коне он всяк столько не пройдет даже дурацкая местность чё песня закончилась до шопот тимой что это сайланд они все 15 урона и так и убьет восемь какие-то дэмиджи пошли серьезные в лес опять с огневыми стрелами убегает сволочь держи его не смогу его держать не агром 20 хп осталось час убьют танка очень большие удара но они не добегают до меня вот этого держать не дайте ему уйти не дайте ему уйти так тут нам брать альбрехт явно хочет использовать мощную свою магию чтобы бахнуть по тяжело вооруженному чуваку 7 урона 7 6 что не так уж больно то и бьем на самом деле чё-то не так уж больно то и бьем танк вообще не доходит ни до куда и вообще нигде ударить не может может хотя бы сменить оружие стрельнуть там стрелка всяко лучше нанести любой урон чем никакого 27 уровень тем более получаем догоняем идена правда у нас нет атаки это плохо я придумал мне надо короче дедули дедули вот сомневаюсь не дотягиваемся одной клетки да ладно блин куда отсюда дотянемся я я я я и разнил матчу айти клаем стоит перед нами элитный рыцарь регент вообще бесит прям встал и стоит перед нами магов надо как наказать этих стою вот в лужу боевые навыки 1 чтобы его добить вот отсюда на сходить дальний выстрел критуля 2 крита подряд прикиньте красавчик правда все равно не добивает толку-то от таких критов вот реально нет смысла открыта который все равно не убивает до ничего не сделал какая разница как мурлок прям бурлок так глю по диагональ или агри на себя лучше за агри унизительный удар он все равно не отвечает в упор потому что он кто он лучник лучники еще конечно ребята не умеют даже в упор отвечать подходим вот так магия волна холода а столбиней он чуть прям совсем умер не такого я конечно хотел так увидим может добить убегающего да собственно за этим мы сюда и шли не не может перед ним стоит потому что зажимы обождите игры секундочку делаем персонажа который на себе ага держал теперь можем бить любого блин но эта игра в разы легче на самом деле чем файл рэм ремблем это пипецкая сложно вот кстати на коне с копьем самое то это вот правильно мне кажется прям так и должно идеально так украины товары не его поймать надо банк по квесту все ясно магия естественно мы просто хилим ся куда пойдет парень он бьет мага вообще без проблем на лучника безмолвия бросая это специально чтобы не убить его типа я любой скилл используя у меня прокачка идет навыков здесь бьют мага контратактить большая у магов ладно франциск хотя не франциск самый высокий уровень куда им это пусть кому-нибудь другому даст вот ли он и на про кабинет артуки стрелы мощный как будто это стал бы заборный просто баба файл рэм лим на пока я на пока играю форме никому только ладно почти 27 чемпионов клапанов сам ты нож окей надо но добиваю не знаю один ловов качали до 20 альбрехт вообще 2 это разница большая по моему скилов очень много капитана мы очистили этот участок отправляемся в лагере доп опыт получили альбрехтю не вкачал вообще у нас ничего ничего не вкачал и ладно у вас не хватит отношения о им репутации наладится всеми отношениями поэтому выбирайте с умом у нас сейчас осталось 65 очков лидерство это очень много репутация наша армия только растет сэр жители окрестных деревень хотят с нами сотрудничать что же нам надо отправить им отряд далеко ты вкачался по классам вот осталось пару уровней будет у нас уже этот последний уровне классов наверно после следующей битвы может через одну будут самые мощные классы уже так награда селян ранг 7 представляете и с кем-то еще я получилась на вот там очень нравится из женских персонажей андре блин все горит андре а мне на что очень не нравится не знаю почему так ну что давайте посмотрим что за ранги такие крутые у нас 7 ранги награды селян что же там будет браслет героя ухты чуся навык дает прикиньте наносит урон одному врагу если в результате атаки враг погибать персонаж получает возможность атаковать еще одного живого врага в пределах досягаемости вау пределах досягаемости то есть это либо лучнику давать либо могу кому-то который что-то это давайте альбрехту дадим или это чародею давать потому что у чародея есть навыки с рейнджем 7 то есть он может подойти кого-то заколдовать и 2 заколдовать а если убивает убить кого-то блин даже не знаю альбрехту наверно дам реально могу джоанна нравится это мэй на моему тоже можно но танк обычно убивают и рядом никого нет он же двигаться не может где тут нас джоанна а где-то нашел джоанна вообще так где-то нашел джоанну какую-то а да да но я конечно у меня не в отряде так то да тактики тактический помощник так ладно мне надо с карин развить отношения по максимуму это понимаем 45 очков до скорин у меня почти максимальная чуть-чуть осталось на чисто добить хочу просто так солдатские и инструменты блин не хватает просто краполек уж любой подарок подарить пофиг самая обычная какая разница там уже надежный друг репутацию лучше чтобы это давал вообще рада тебя видеть хочу показать тебе кое-что давай покажи зачем ты доспех снимаешь это оружие доспехи почему они выглядят так странно я они сделаны из частей монстров она охотится на монстров если что угла не думал что ты так умеешь мне не сравнится с настоящим кузнецом на думаю это может пригодиться конце концов вид рогов и челюсти на наших солдатах может кого-то из наших врагов напугать да это точно вызовет замешать свои выходах какой творческий подход слушай чем дело я подумал что жаль тратить твои таланты на вот это вот все мы должны думать о том как закончить войну они как приспособиться к ней да я точно не хочу заниматься этим вечно но знаешь за последние два года были и приятные моменты например а раньше меня заботила только охота сражаясь рядом с тобой и наконец увидел настоящий мир все через что нам пришлось пройти я научился выживать несмотря ни на что не знаю я не думаю что для этого тебе нужны были мы с твоими талантами ты бы и сама справилась я бы хотел чтобы тебе не пришлось сражаться чтобы ты могла сама строить жизнь так как хочешь иногда я думаю что встреча с нами принесла тебе только проблемы ты правда так думаешь а я что не прав да если честно я бы пожалела если бы не присоединилась к вам почему ты и правда не знаешь и дан ты открыл мне глаза я была простой девчонкой с луком которая только и могла что смотреть прямо перед собой благодаря тебе мой кругозор значительно расширился я на тебя не злюсь я тебе благодарна как скажешь на держи книга это не просто книга это кодекс охотника я дали мне родители перед тем как я ушла из дома в ней описаны все звери с которыми им пришлось столкнуться их способы их уничтожения она мне очень помогла ого ты даришь ее мне конечно я уже выучил ее наизусть кстати я больше не хочу охотиться в одиночку а солдатам нужны инструменты инструкции не так ли я да конечно тогда я помогу написать их и буду добавлять туда все чему научусь тобой слушай я наверное не лучший пример для подражания конечно я в тебя верю не подведи меня пока ты сражаешься за лучшее будущее для нашего мира мой лук всегда с тобой а что за книг то дали костяное ожерелье ухты ухты обычная к же обычно 4 точности ожерелья вы издеваетесь вы блин издеваетесь серьезно повышает точность поле я ни разу в этой игре не мазал если что чтобы вы понимали заметки по монстрам добавились сейчас посмотрим ухо добавилось что уж такое а а про всех монстров ужасные ящеры кожи которых может испускать разряда молнии нифига себе серьезно про всех а это кто габриэль а это тот рейнджер который может быть нам персонажного присоединился хотя магическое искусство опасное полно смертоносных тайн молодые люди вроде габриэля смелые бесстрашно идут на риск габриэль мог от быть был одаренным ребенком который вырос в аристократском приюте под патронажем сестеры милосердия его всегда увлекали рассказы о могущественных магах и чародеях и возмущала несправедливость империи как только габриэль подрос он пошел работать под мастерем в местную кузницу накопив достаточную денег он отправился странствовать по ортемизе в поисках знаний практически опыт полученный на полях сражений помогает ему скомпенсировать отсутствие формального магического образования его главная цель стать величайшим чародеем в истории и вызвать по заслугам всем противникам магических знаний почему он рейнджер тогда вообще часть убийца мантика блин сколько тут монстров так и нормально интересно что выдает это поддержка максимальная не понимаю репутационное достижение а может она потом будет что вот здесь тоже что-то она не разблокируется пока ладно но окей открыли открыли что дальше с кем следующим будем мутить с ней нет по ходу каких-то романцев наши финансы поют романцы маршаль тоже нету никаких достижений мне хочется именно с теми чуваками открывать которых вы вторая какая-то штука есть вот здесь что то есть давайте с ним витурин витурин значит и где тусишь может интересное нам расскажет а с ним так сложно кстати репу поднять вообще ему нравится только солдатские вот эти уникальные вещи придется к мужикам подкатывает ну или блин забить болт на чем другое лучше с кем-то своими пацанами для а с франциска что у нас у него тоже ничего интересного давайте с лионом доделаем в конце концов осталось чуть-чуть где блин ли он где он тушит франциска а с ним еще и потренькаться можно кстати бесплатно без подарков ох ты сколько всего личной цели и это все война закончилась есть империя рухнула так что как-то так и выходит да все время я ждал этого теперь это случилось а я не могу поверить думаю что это пройдет только по возвращению домой или мы могли бы начать где-нибудь с чистого листа раз уж нам больше не нужно сражаться я не хочу воевать всю жизнь не жаль его веришь ли но я рад что ты был рядом надеюсь что так но серьезно братья что мне теперь делать здесь нужно навести порядок очевидно после всего этого ты что не останешься был бы моей правой рукой я не могу заниматься этим вечером брат у меня большие планы на жизнь например давай я выслушаю прости но я пока не могу сказать когда придет время ты узнаешь ого ты несешь какую-то чушь сам ты такой что ты хочешь этим сказать но следующий раз ты бесишь франциска так ну повыше повысили отношения я не знаю у нас мало подарков осталось типа не хотелось бы сейчас дарить ему может быть вместо этого просто еще одну тренировку с ним провести он не хотя бы халявные варейн теперь отслеживает нас на vk play спасибо огромное ребята не забывайте что вы к play сейчас активная площадка и было бы неплохо если бы вы туда подписывались или переходили туда или смотрели оттуда или вкладкой открывали просто это поможет мне заработать копеечку для жизни любимой книги то чего не избежать как мы вообще оказались здесь блин чувство звука оказались где на войне я все еще не могу поверить в это я понимаю твои чувства брат соберись давай ты никогда не думал что это может быть была ошибка мы могли бы не ввязываться во все это оставаться в ланете жить своей жизнью ну понимаешь сделаванием сделанного не воротишь и я бы сделать все то же самое еще раз да конечно иногда я забываю какой-то придурок и если бы ты поступил так же я бы пожалуй снова последовал за тобой леон ты в порядке я просто устал скорее вы все закончилось так ну вроде все все очки лидерства потратили все что нужно сделали let's go а мой жадный дед мороз почему я жадный кровавый пир можно кробина на его награда не скоро откроется так вижу вы решили собраться пораньше хорошо присоединяйся как-то полоска вроде нормально я так привык спать в походных условиях что после ночи в кровати у меня болит спина когда у меня для тебя хорошая новость что случилось баллестер на подступах в город как только его армия пройдет лампикоц он окажется совсем близко так то иначе когда сюда прибудет баллестер здесь все завертится кстати говоря разве в лерой ли всегда так тихо вовсе нет я впервые вижу его таким даже животные попрятались можно подумать что город опустил окажется что весь город затаил дыхание вполне логично здесь никто тебя не знает естественно что жители напуганы я думаю ты прав нам нужно донести до жителей что мы не причиним им вреда только так мы снова заставим город жить прежней жизнью ну в таком случае наш путь лежит таверна что нам нужно завоевать доверие жителей верно почему бы не встретиться с ними лицом к лицу звучит неплохо братец прошу тебя последний кого не хотели бы видеть это ты а что ты знаешь люди любят меня так отряд харчевни рынки людные перекрестки везде где собираются люди нужно нести весть лерой рабрел нового хозяина городская площадь это была неплохая идея похоже город возвращается к прежней жизни знаешь как говорят народе никогда не пей с наемником похоже дурная слава нас покинула я рад что мы смогли успокоить народ леройла реройра рело есть минута нужно кое-что обсудить да конечно говори я искал информацию о силе о которой мы говорили ранее я думаю здесь есть что изучить это хорошая новость верно возможно все указывает на то что император людей кто знал об этой силе есть признаки того что кто-то еще исследовал этот вопрос нужно копнуть глубже но если повезет то скоро мы сможем в полной мере взять под контроль силу которая скрыта внутри тебя слушай всему свою поговорим когда ты раскопаешь побольше эй иден прибыл посланец от баллсера бегу уже уже бегу зал аудиенции леройл прошу прощения я только что отослал его посланец сообщил что баллсер подходит к столице мы должны открыть ворота когда он прибудет но прежде я должна тебе кое о чем рассказать о чем же слухи о его армии не утихают я слышал что он сжигает целые деревни и все эти слухи крутятся вокруг самого баллсера говорят что он возглавляет резню и что ему подчиняются новые неизвестные силы альбрект говорил что это такое но все это звучит несколько неправдоподобно это всего лишь слухи военного времени люди пугают друг друга это везде так я искренне надеюсь что так оно и есть и все же правдивы слухи или нет новая армия в нашей нынешней ситуации не сулит ничего хорошего леройр еще не отошел от недавних событий в таких обстоятельствах баллсер и его силы только добавят хаоса все так но баллсер и его войска часть армии бенериума помимо этих слухов нам нечем обосновать нежеланием впускать армию в город возможно у меня есть идея ну-ка рядом с городом есть деревня называется геодель это старое скотоводское поселение дорога между городом и деревней поддерживается в хорошем состоянии откуда ты все знаешь это дед мне делают ячменное вино которое я очень люблю так вот почему бы нам не встретить баллсера там неплохая идея но выглядит это так как будто мы не хотим впускать его ну все что нужно закатить пир в геодели мы привезем еду припасы объясним ситуацию и по хорошему попросим их подождать немного отличная идея такой пир можно представить как празднование прибытия баллсера в нашей победе ну не знаю вся эта ситуация мне очень не нравится кто откажется от дармовой еды и выпивки я полностью за время немного повеселиться банкет да хорошо начнем подготовку да вообще тупая идея если честно что они ему скажут ну типа бред какой то как думаете для армии баллсера этого будет достаточно вполне пока они не потребуют чего то еще надеюсь все пройдет гладко есть несколько моментов в которых я сомневаюсь да не волнуйся об этом все просто празднование побед армии Бенерио ты прав отпразднуем как следует кеп армия баллсера прибыла там еще это чельце дурацко настал тот час посмотрим остался ли он мне верным другом или стал мальчиком на побегушках у Абрама они заставили нас прийти в Виадель Лироли было бы намного лучше с другой стороны они устроили для нас пир это приятно слышать но тем самым они и провели черту я бы сказал что они не хотят видеть нас в городе здесь явно что-то нечистое нельзя быть уверенным ни в чем поэтому не будем спешить с выводами сколько можно ждать они ведут себя так как будто они хозяева положения по-моему это этим все сказано прошу входите мы ждали вас приносим свои извинения у нас был длинный путь и главный командующий баллсер крайне вымотан да конечно ну наконец баллсер рад тебя видеть снова взаимно поздравляю с победой в Ленойте для меня честь вот так отпраздновать победы Бенерио видят боги мы хорошо поработали мы привезли множество блюд напитков располагайтесь поудобнее а теперь хватит уже этих речей да налегай это такая херня да ну в смысле не херня а то что это все очень странно итак я слышу что ты взял Лерой под свой контроль ну король Абрама пообещал мне награду которая превысит любые мои ожидания многовато как по мне не знаю что с этим городом делать я должен попросить прощения я недооценивал тебя че леди маршалл с армией баллсера что-то не так доброе утречко хорошего стрима приветствую лайфтолкс это рпг но это стратегия тактика рпг вот такая вот штука билды вариативны да что они все еще стоят и для целой армии усталых солдат они не выглядят голодными я и представить не мог что твоей наградой станет сама столица империи честно говоря я сам еще не свыкся с этой мыслью поэтому ты убил его да а что я спрашиваю по этой или причине ты и Абрама затеяли коварный план и решили убить из Зора Фениче что ты такое несешь вообще оставь извинения при себе Каспар уже во всем признался признай ты строил заговор с этим ничтожеством с самого начала ты в своем вообще уме что заставляет тебя думать что именно я из всех ваших людей хотел смерти из Зора ты всегда мечтал о столице нет более желанного места для выкатся из бедноты погоди Кать я думаю ты тут произошло недоразумение а как же слишком много недоразумений например я не могу понять почему я должен просить у тебя гостеприимство да что ты себе вбил в голову я не строил никаких заговор с Абрама слышишь ты упрямый осел он приказал мне прийти сюда у меня не было выбора следовать приказу это тоже выбор да это я должен был догадаться раньше ты говоришь так же как и другие наемники другие наемники ты имеешь ввиду Клару? с меня довольно какого черта? какого черта? братец! ты настолько не прав что я даже не знаю с чего начать не делай этого Баустера прошу тебя ничтожество пора мы должны бежать что ты? Итан Итан быстрее поехала кукух да не говори адъютанты сами не участвуют в битве но они повышают характеристики назначенных им персонажей и получают опыт вместе с ними поэтому надо адъютантов обязательно всем ставить чтобы все качались это как первая миссия обучающая была где типа предыстория рассказывалась как до этих событий дошло и вот сейчас мы участвуем в этих событиях только уже напрямую и вот эта миссия мне кстати сложной показалась по-своему в свое время так формация брать ли здесь линар 26 а у нас Абрама не докачался не хватило чуть-чуть ему да нет тут не в этом суть там такая штука что ну я бы тоже на Итана подумал типа теоретически все сходится с тем что Итан предатель но по факту если смотреть просто со стороны сторонним наблюдателем мотив есть как бы все есть и Итан как бы обычный наемник все наемники которые в жизни есть они все ради денег работают ну типа и так до этого было и они встречали таких же и ты вот представь что он отказался бы от того что стать главным столицы чтобы там маленькое предательство сделать тем более он как все хорошо обернулось все победили он глава столицы ну типа винить Балластера в этом тоже нельзя просто это был его дядя с которым он типа ну и он сильно обезумел из-за этого типа с ума сошел типа пожирает его гнев и ярость то что он ничего не мог сделать и теперь он всех винит типа ты же не можешь за это его винить вот его сторону тоже понять можно как мне кажется так готфри это тот самый телохранитель его да 28 уровень но тут будет очень страшно много подкрепления вот отсюда приезжать постоянно и у нас сколько-то ходов было на то чтобы свалить отсюда вроде ну ладно попробую с альберг альбрехтом а я шмотки не распределил меня там кучу всяких вещей до управление отрядом надо я бы даже думаю заклинание на поменять я уже давно заклинание не менял магов да и навыки наверно поменять вспышка света это хотя что то брать все как надо есть в основном у меня очень много заклинаний которые хилят и у меня они не кончаются за все битвы может быть что другое взять а что есть священный зов с помощью магии света перемещает союзника на ближнюю клетку это клево кстати типа можно вытащить из любой ситуации правда всего два раза очищает одного выбранного персонажа магии света снимая с него все эффекты восстанавливать 10 единиц ну типа ничего такого нет магический урон на 30 процентов ниже делает благословение нравится священный зов прям прикольный и ситуативный не но он классный да но я не думал что сейчас мне это пригодится он сейвит капец как сильно вот это мне нравится божественная длань который 30 процентов на 2 хода макурон снижает ну хотя по сути все нормально ничего не буду менять так смотрим вообще вещи которые есть есть изящное копье и грозный лук так можно лук сменить коня у нас нет изделие есть да будет боевочка конечно причем серьезно good luck да это это битва сложно редкий топор изящное копье но эти у нас были не участвуют так что пофиг стихийная магия вся есть у нас самое главное доспех дофига добавилось у нас здесь много персонажей плохих доспехах хотя если посмотреть все вроде в нормальных странные я не думал что у нас уже так много всего так эти кожаные качают кожаные также маршель хэви а траберу надо заменить доспехи блин тут нет хороших кожаных доспехов а с линара можно снять он все равно у нас дополнительный персонаж просто а самому линару можно дать пока обычные такие вот он все равно как бы прокачивает просто навыки так что еще по доспехам роберо заменили тут хэви робо карин то что надо качает у леона нужные доспехи у робина хэви нужные доспехи вольбрех то все все нормально ну че поехали так стена оживляет что за точность я вообще не понимаю что за параметр точность вообще повышает вероятность нанесения удара при атаке или контратаке а это наверное чтобы блока не было я так понимаю то есть точность это чтобы в блок не улетела наверное это имелось ввиду как точность как думаете давайте чтобы не блокировали непонятно что за точность точность и точность так все танки луки маги поехали ну летс го да нивелирует блок наверное я говорю если у тебя там 30 процентов блока у меня 30 точности то типа ноль шанс блока наверное не знаю о боги когда то я думал что ты достойный молодой человек но как подумаешь что это ты убил главнокомандующего да это ж чушь собачья для меня из ора был как отец я бы никогда такого не сделал лжешь даже перед лицом смерти я хотел убить тебя быстро и без боли но раз ты не хочешь очистить душу о боги говорить с ними нет смысла они окружили нас а значит они намереваются убить нас с самого начала как черт возьми это произошло у меня в голове не укладывается ты сейчас должен думать только о том как выбраться отсюда ладно когда это закончится будет сплошной хаос но сейчас давайте спасать свои шкуры илюх здорово слушайте все они готовы убить нас всех до единого если вы хотите жить поднимите меч и сражайтесь мы обязательно выживем идон должен достигнуть цели а здесь то есть убить не получится всех в этом сложность этой миссии враги достаточно массивные двадцать шестые двадцать седьмые левелы мощные ребята здесь медлить вообще я так понимаю нельзя кто его знает да а пойдут ли они сами на нас вообще давайте проверим да не наверное нельзя проверять не время для проверок не время для проверок а там еще и маги дальние доходят нифига ся прикольно да цель для победы убежать все верно условия поражения идон убит ну типа не убежал да о-оу не убежал открываем вкладку вк минимальное качество без звука помогаем стример спасибо большое ты прям сильно помогаешь блин как мне так согреть всех на себя ну ладно будем продвигаться ну начались вот сейчас начинается серьезная игра как бы если что до этого обучение было ну вот тут сейчас увидишь вон боёв какой интересный ого четыре урона ничего себе что так дофига то танку на один думал ударят 9 левел копия почти добили максимум блин куда ты обходишь с другой стороны я же говорю это пошаговая ртс тактика стратегия с элементами рпг как xcom ты их снаряжаешь своих героев каждого отдельно у тебя с каждым отдельно есть отношения там какие-то поддержка да вроде недорогая она не триплая игра это просто просто игра зван из серо сейф this whole world can rot могу ли я убить understand ух ты у него боевые навыки есть стремительная атака смысле откуда наносит урон одному врагу если в результате атаки враг погибает персонаж получает возможность атаковать еще одного врага а это же ожерелье у него только он не может это ожерелье использовать этот скилл используют только оружием ближнего боя или нет подождите я хочу посмотреть просто сколько он урона наносит один урона вы издеваетесь что ли это наверное надо мечами физическими использовать у него-то оружие в руке нет поэтому единичку бьет ой рофл вообще понятно надо снимать с него это ожерелье полная шляпа конечно хотелось бы хэви к конечно пробивать но тут только вот но игра мне нравится не знаю альбрег наконец-то 26 уровень теревать адъютанты можно ему назначить все так это нас догонит потом если что и так-то у нас скилов маловато свою стоимость полностью окупает это я на 1000% есть множество игр за фул прайс по 2-3 тысячи которые просто говна куски а тут такая игруха охрененная и сюжет мне мне сюжет здесь понравился вообще изначально 27 блин нам задача еще 30 лава добить как-то с 30 лава у нас появится возможность новые профы брать самые максимально максим блин одного удара не хватает вот сюда сихи у придет хватит с поддержкой наверхила я зря использовал кстати для нанесения урона может быть и так и сможем всех убить нам нужно сейчас вот с этим что-то сделать и прям по центру и бесит меня стоит и бесит своими присутствием но кто сможет ему достаточно на урон нанесить 17 надо 12 14 блин пипец с помощью навыка можно если вот сюда подойдет блин смысле не убивает так ладно тогда вот так подходит сюда а нет не сюда вот сюда 6 хп 6 вообще не хватает урон и 4 так тут еще стоит мечник точно ё-моё что вообще жесть я нифига не убиваю сюда подходить нельзя можно есть только вот этого потом убью а урага 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 так этого убью останется четыре персонажа у меня останется раз два три четыре тоже персонал танка не надо банан зато теперь я мага могу убить а я могу сделать супер крутую штуку только мне не хватает одной клетки чтобы не надо было отсюда хреново получилось я бы всех троих убил да ё-моё опять один хп не хватает что такое-то блин издевайство какое-то не надо по-любому его убивать полевые навыки ладно унизительный удар потрачу скилл просто их тут всего три сюда подойду загорю на себя здесь плач стрела оставлю она больше бьет могу ли я убить лучниковой мага 5 хп блин еще так да может больно жесть мага так хочется убить капец 3 хп но я никак не убила может конечно робин больше стреляет 4 не не хватает то есть я могу 1 х века убить но мне надо по-любому а это кто кстати чародей блин у чародея супер мерзкие скиллы надо по-любому чародей через дальний навык чтобы он не смог ответить контратак чтобы не сделал почти 27 добили ну и вот сюда что-то фигово как-то набежал со всех сторон я вообще не вывожу их 27 отлично да силу надо силу 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 но не прокнула сила надо дождаться быстрее хотя вот смотрите зачем мне снайперы офигеть 11 урона да что за что за демаги таки 16 но это враги конечно мощные сразу видно балла старая армия да не наша но и не какие-то бомжи не какие-то бомжи бля а тут кстати возможно включается скрипты когда ты до какого-то места доходишь так кого докачиваем надо усе датри чародей человек наш курс всех качать потому что у него слишком мало скиллов на данный раскил и хит по-другому на такой навык что пять зарядов было но они тогда с одной-двух клеток бьет а это не очень круто магия так по килю карин а тот танк сторон сам отхилится у него пассивка есть пять просто на хп реген при защитной стойке 26 добиваем лэвл андре надежда на то что она хватает силу силу на капец слава бить как-то стало вначале нормально было видимо уровня плохие были у меня не дымажит короче но нет силы хоть ты тресни я не знаю снайперов делать или все-таки рейнджеров очень сложный вопрос блин а тут тоже кажется что они все на меня нападут и еще конь херня с подкрепой будет я помню здесь миссии прямой за жесткие замесы были такие а может разделить вообще отряды сразу вот сюда отправить кого снайперы в рейндж вышли мне больше зашли но да только из-за этого реально на разделю сейчас как-нибудь не знаю что из этого получится хотя смысл делить лишь прорваться надо нежно прорваться блин реально какой смысл делить если мне надо прорываться ладно может тут определенное число подкрепление и все я стопудово бесконечно они вот сюда прям попадают и ты там двигаться не можешь и они конь конница все так два лучника два танка танк мак бумага сюда два лучника сюда ну каль брехта он отхилится не может фух так мне кажется никто из них не выйдет пока я не сагрю да это будет конечно номер здесь могу на мага кстати сагана блин от чародей на чародей отвратительно он есть четко отмотаем короче ход я мог бы здесь за за горит на мага можно было вот сюда танков стать еще лучше в лес конечно вставать что в лесу плюс блок у него позиция кажется говеная какая-то атаковать не сможет с этой точки здесь я не зря что привел я так делаю только из-за того что уже играл вроде должно откликаться приходить я просто не помню они еще и согрелись без агро даже блин валет стал называть блин люди маршелл промокли супер блин нафиг от лес то три урона стрельнули 5 от огня жестко жестко блок из-за майса мага не достает она может достать молния по хэйвик указ как раз лучник сможет ваншотник мага вроде мелочь позволяет ваншот вот это вообще кайфовый правда промочил тут все нахрен до нитки вот обычно вот я скилл а потом мага молния представляете как клево пройдет стены дарк клево было бы вспышка света этих двоих я должен добить опять же мне кажется мне лучше оставить мечника он все равно будет а он альберта будет бить херово тогда мага уничтожили альберта нам не надо что лучник отбежит и опять какой-нибудь стрелой поджигающий бахнет вообще напряженную хотя я все равно до него не дохожу нас цель только одна элитный рыцарь так мы вроде с этой стороны разобрались но у нас гораздо сильнее отряды а вот тут все прискорбно особенно если сейчас выйдет подкрепление самый хороший вариант это отойти назад правда неизвестно насколько они к нам подойдут ну да вот ты еще одна палачная зато его добили не надо подпариться вообще три клетки прошли все и чё-то подкрепление а вот а это босс эти предатели привели из ора гибели взять их никого пощада скольких тут еще кажется они собираются нас угробить убить нам нужно прорваться через их строй сейчас же нет времени на размышления вот можно их убить интересно она с них даже дропа нет так-то теоретически наверно можно но дроп то с них нет блин но мне игра как бы говорит иди и прорывайся а я типа возвращаюсь и что-то делаю в скорее все я чуть неправильно да да может я не так сделал есть такое предположение здесь пора нападать уже нет не отвертеться дальний выстрел не убивая два мага очень плохо чародея важнее убить но я до него вообще не добегаю вообще не до кого не дохожу ну как так то хотя у них тоже только лучник до нас допустим ну хотя бы гляну на эту карту что тут вообще да как заколебал они нападают на нас я бы от них явно не убежал ни при каком раскладе принтер заход три клеточки прошел но они зато разделились кстати и это хорошо а можете нет раз два три четыре не нифига не хорошо вообще не хорошо я не смогу от этого убивать чувака босса пока рядом враги есть вот видите нашу один урона им 2 это печально им скажу ну ладно контролить я могу только одного перс блин то мечник она меня порвет на держи крит бессмысленно с пощады знал вы сразу как херанул и да нам сто процентов надо играть на себя танка блин она дыма что ответ только что я хренела ну ладно как-нибудь отхилимся это из-за того что у меня кожаные доспехи есть что блин вот эта миссия сложная интересно вот эти видите справились сразу и сейчас бы босса я легко убил если бы с той стороны я не отходил мне надо по-другому от той стороны вставать принципе ой-ёй-ёй а вот чё такое произошло вдруг gg2 магнами и лес чародей только если усыпить сейчас какая магия у элиаса кстати ливень ой вообще нельзя и тут тоже ливень нет здесь водный вихрь вот ливень нельзя давать ливень это просто три на три клетки квадрат мокрый и все сдохнут блин здесь не дохожу закрыть дамага тоже не дохожу дамага дохожу кстати стреляя дальнюю чтоб без ответки и благодаря тому что у меня есть потрясающий диагонального удара чародея убивают чтобы они там не заморозили нас не промочили ничем короче может быть кого-то похили чтобы жрец хилил а не дыма жил это кстати хороший вариант он тогда не будет нас бить здесь поставим танка чтобы он не мог пройти мимо нас ведь он вынужден нас и ну действительно попробую вот этого персонажа просто ударить чтобы хилил его жрец а крит крит так как не убивает то блин смысл от критов не убивающих я не знаю это хэви план и никто силу не отмыл из лучников фанты башки очищение отвратительно он сейчас пойдет убьет на мага лила точно магом не убьет до 1 вихрь но тут минус я недооценил жреца которые очищение стилан бил танком лично круто это хорошо здесь не может пробежать мимо согласно пока живем до удивительно при 1 хп вот сам а у безмолвия так слушайте пока живем чтобы бить и босса вот этого нам надо убить вот этих двух персонажей потом босса можно будет фигачить хорошо что жрец кстати к нам отошел 5 урона дальний выстрел 3 урона а два урона остается блин два урона так тогда остается тут и до нахилить уже придется допустим я сюда подхожу ни докуда не достаю блин кого бы где вы мне убить кстати здесь можно даже до других добежать если что но я тоже не смогу драться блин не хватает везде настолько храпалей что прям обидно здесь я в принципе могу хилку схавать я так понимаю она будет меня дымажить ну а чародей убиваем вдруг ретану где-то опять же было бы неплохо альборект нам подойду поближе не уж заканчиваются навыки блин тоже на чародей чем делать с девятью навыками и пуху рандер мальдс дай форст уж я могу кстати не убивать жреца он опять с него очищение колдонет и все жесть блин а ну и хилка съем он просто отагрится сменяешься а я могу добить франциска офигенно но я в их так сначала снизу давайте разбираться тут полюбас хилим вообще сто процентов хилем для того чтобы использовать агр и еще больше я не буду кожаные доспехи носить блин ну как бы полезно но ты не можешь выполнить ни одну функцию хорошо в целом последний агр двадцать девятый уровень так один левел и мы получаем профу последнюю здесь блин надо по-любому мочить этих мага это босс вообще лолька приветствую располагайся здрасте все в этом прямо послушать пока не могу слушаю семинар по работе весьма на полезный весьма не полезные что ж по блин опять нет никто не качает силу уже добиваем собственно это жреца остается один босс у нас и теперь вот его можно начинать мажь кстати на босс начал убить жреца потом босса вот и затупил в очередной раз но свать вот серьезно конечно а там еще лучше кстати сзади я не могу не дать безмолвия такой же тесный твич ну лоли у нас давно уже с нами много-много лет я я бы даже сказал блин это мага будет бить и это тоже мага будет бить вот здесь вот сюда отойдем вообще так-то да твич как бы тесный это правда здесь можно перекрыть им дорогу и нам надо чтобы он только нас такого потому что у него контратака от лучника на четыре урона меньше наносит он ему должен вообще мало нанести ну что ж все под контролем у нас у нас все под контролем краж добрый день так вон 9 нанес нормально это бесячка вообще маг там сидит тупит ну все вы еживались можно валить их можно валить вот самое плохое что чародеи то хрен убьешь чародеи то блин хрен убьешь мне надо ему все равно безмолвия давать потому что если я буду жить и мне в ответ он херачит как больно или не тратит безмолвия последняя прокачали заодно немножко теперь он в ответ к не может нас ударить двадцать восьмой уровень роберо он сайте у нас будет тамплиером будет хилиться маги света все дела молодец будет скоро 14 урона и вот с этой у с этого поддержки по идее он сможет убить его 1 хп плащами убивает первый мини босс лежит к такой мини босс настоящий босс с короной жесткий вроде не зря мы распределили да кстати по сторонам очень хорошо получилось он прям шикарно получилось так мы здесь не должны вопросы ногами запинать руками всем чем можно у нас тут много она лилаксов прикольная героиня никто силу не вкачал за весь бой блин чё здесь делаешь и издевательства просто так магия где там твоя магия волна холода давай блин зря вам охота покрыта он критует подряд так же ты хорош не альбрехта мы не зря взяли это прям приобретение крутое правда он магию не вкачал силу включил вместо магии жесть на и море да а чё это такое почему так а почему а почему спасибо большое шерстяной за поддержку до пребывистого сила заходите на вк-плей пожалуйста информация бот пишет я иду урагантом по-качал снова а сегодня же день этого с патрика да сегодня святого патрика критуля чё критует все не пойму когда не надо фейкфу неба битвейный я даже не пробовал всех убить так это вроде не все сейчас все должны вот отсюда еще подкрепление из леса прийти я не могу быть смарт, но я знаю как ураган ах, жесть как, конечно, жёстко а, о, языди, сраный лучник готовы выбраться джин блин, он убивает его, да да ты что бьешь так больно ну-ка, ты его сможешь убить? да, но он так мало хп регента, почему так мало? чуть не понял, смотрите аааа понял плюс один, нормально это он наоборот отнимал типа хп двадцать седьмой уровень джильбер поздравляю вас, старичок тоже без магии осталось, но силу вкачал у нас все маги качают силу все ддшники качают магию я вообще офигею, что за рофл происходит? как я буду убивать их? уж очень страшно мне идти вперед без должной подготовки и формирования может хилочки уже скушать что ли? сейчас есть время вроде как, да? я люблю зеленый блин, ну вот этих я точно не смогу убить хотя тут награды, его надо убить вот короче, когда я вот сюда подойду начнутся подкрепы, да? бежать вроде блин, может коня этого убрать, а? ну коня только дольше ходит так долго, как Сэра безопасна этот весь мир может восхищаться ты видишь деревья, я видишь деревья tomorrow's a new day let's get it done веселые у них песенки, у троллей этих это ж тролль гнет ель, правильно? это ж тролль гнет ель, правильно? coming right up так, ну что, вперед? не, мне реально кажется, как только я сейчас вот сюда подойду мне кажется, ты вот сюда заходишь и у тебя, чтобы сзади, как бы, ну вода была и вот здесь, и типа, чтобы сзади легче отбиваться было сделали такое, знаете подоплеку, чтобы а, вот отсюда, по-моему, придет кто-то я помню, с флангу заходил здесь сундук был или что-то такое или что, я уже не помню у меня кто-то вот здесь оставался, короче а, отбайтил на себя, короче, вот сюда и я потом, видимо, прошел с другой стороны как-то интересно как получилось а вот отсюда, походу, пришел этот балластер и я там уже, когда он пришел я такой, так, его точно не убить, ну нахер надо как-то танка убивать брать дроп а может они по времени на определенный ход, я не знаю аж об микрофон ударился спасибо большущая за поддержку не борься умнее борься тяжелее борься тяжелее борься тяжелее вот мы идем я понимаю кони даже не бегают ноги ломаются тяжелее борься, тем более победы думай глубоко действуй быстро действуй быстро ты можешь, кап да, да нет 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 святого патрика ну готов чинка не можно, конечно, с помощью хилла вот это вот скилл, который короче короче, как только я их сагрую походу придет сейчас подкрепа, да так, это кто? чародей жрец, элитный чародей два чародея вот их надо обязательно убивать один замораживает другой один намочит другой заморозит и все вот сюда надо магом, наверное, вставать хотя, блин воду набросят блин, в смысле не дошел в смысле не дошел, блин вот, видите как жаско не волнуйся, ты ничего не почувствуешь в атаку они преследовали нас аж до сюда не дайте им себя поймать нам нужно как-то выбраться отсюда то есть сейчас все будут нападать, да? блин, ну че-то как-то жестко прям alright alright ладно, хрен знает хрен знает что делать ну че, на пофиг вперед, как они пишут блин, у меня еще Франциско затупил эх, блин самое страшное там три мага долбаных simple enough simple enough light burns the brightest in the dark ой, капец, короче, че все будет а, да, если че-то такого охотно до 14-го отмотать гектор да, да, гектор он сам о, еще я лучник спустился здрасте не все не не блин ох, хорош ваншотность можно так хилы даже ничего не бафнули это чародей вообще сзади остался элитный не пускает нас не пройти кстати здесь он специально стоит тоже не пройти ни хрена так ладно босс значит да готврис 42 хп мать его ничего себе так мы не можем пройти за вот этого ублюдка ладно будем убегать короче ооо хорошие уры смотрите какая сейчас будет мощная штука мощнейшая вообще будет сейчас все будет сейчас сейчас все будет я придумал я придумал вас как лучше критоните кто-нибудь на по урон что серьезный сейчас будет сейчас жарили вообще обжарю надо гектора убить ой гектора к фонтам готфри не доходит одна клетка да ну нафиг да ну нафиг чё тут никто не проходит у сида 3 из айс фейкфу не в битре ни он тут тут он идейка спасибо огромное за поддержку спасибо ребят большое идейка отлично давай выйдем за патрика к горюс так что у нас дальше множество врагов множеством маги недобитые 5 хп остается кредит вот она вот она наконец-то блин вот сейчас важнейший очень вовремя нанесенный критический удар блин как же это круто очень сейчас важно и угар из таки не надо блин это какой-то реально это прикол какой-то что маги специально не качают специально качают силу блин а силовики качают маги блин какой квартат ну сейчас должно быть супер эффективно заморозить его надо чего не заморозил загорелся так чтобы он вдруг нас не согрел и мы смогли дальше пройти там что убежать надо отсюда помнить помнить маги сонливость научник ты засыпаешь твои веки тяжелее вспышка света или похилить меня лучше похилить добьем ну вроде все ничосик какой у нас тут ой что это бахнула то блин 6 босса отхили босса отхили милорд чтобы делать эти догоняют то есть нам сейчас навалить все уже все полюбас валить на вот ведь он сами вообще среди на муки не так все приперся у меня довольно и дан ты думал что я дам тебе улизнуть балоса я начну с тебя а потом убью всех остальных врагов моего дядя проклятие до него не достучаться он слишком много смотрел телек у нас нет времени на споры с ним если вы не хотите полечь здесь бегите как будто от этого зависит ваша жизнь как будто так вот видите не пройти из-за вот это прикольно да как будто так ладно наш герой в целом кстати не доходит а все гг что ли или он из-за него не доходит не пойму непонятно я я я я вы да блин докуда достают хотя мне все равно в этом ходу уже сваливать если не получится уже не получится добрый по своим все-таки жахает что ли я не знал но проблем горизонт ну ладно нет проблем, что там о, Леон молодец, хоть он силы включал рок-н-рок боевые навыки, пылающие но эта миссия мне кажется сложная вообще сейчас если я не дохожу, то все то я сливаюсь дохожу как раз 1 клет все просчитано все просчитано, сэр клайки клейн крит хорош вообще просто классно, что нас не согревают кого докачать? Жильбера Жильбера докачали вот думал, что и выжжешь что с него выпадет? прочные пластинчатые доспехи кайф все, я одеваю всех короче своих в хевер и их нахрен франциско 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 не все can be forgiven счет нас просто аннигилирует я не знаю все этого чувака пытаются убить лучше его как бы да блин почему они здесь а ну типа им хватает урона его добить поэтому они здесь бьют надеюсь сразу кончится миссия есть я здесь стану тогда надо еще удар сделать на прощание а я не могу я не помню миссия заканчивается если я подхожу вставай не волнуйся обо мне дай мне секунду черт да жесть но я всех убил ну мини боссов я имею ввиду по он прикольно а ты не убивал их что ли капсал клетки ужасно сделал наши глаза болят фиолетовом то молнион привыкаю я не знаю но мне тоже не очень нравится согласен типа поначалу я тоже испытывал такое дискомфорт не знаю почему они решили таким цветом сделать итак как же будет раскручиваться сюжет теперь сам балласт армия раскололась что и писалось в трактате кстати в боевом мы тут читали один боевой этот военный трактат про армии как раз там тоже самое было описано это специально по сюжету нам подсказывает чтобы смысли он смысле ты не пройдешь я не пропущу тебя не нужно ли слезы скоро ты к нему присоединишься я доверял тебе баустер как ты мог ладно хоть она не на себя поднял в латах я думал сейчас такой маг хлипкинг и подбегает на плечо мне пришла в голову мысли что есть еще разделим 1 на двоих блин дакам и квест не прошли с леоном причем хлипкинг и сил качал шикарно блин это достойно робер выглядит потерянным а я что по их мнению не потеряны что и у нас никто даже 30 не получил идем подойди сюда на минутку вот такие вот дела и лагеря у нас снова нет да нас потому что прогнали у нас ничего нет остатки бегаем убегающих войск вот это да и опять все сначала я качала качала ну блин очень интересно что блин это что я получается просрал что ли поддержку леона и у меня теперь не будет все он умер я не открыл вот эту херню там же легендарка вроде какая-то была ладно продолжим на следующий стриме продление у нас не было сегодня у нас стримы до 12 по москве идут утренние вы всегда можете продлить если у вас есть такое желание и возможность было бы неплохо а пока сохраняемся вот такая вот потеря у нас реально жёсткая я чудо и забыл кстати что ли он убивает офигеть грустно аж как-то стало надеюсь вам игра понравилась вот увидимся мы с вами в таверне бяда спасибо что смотрите вы лучшие ребята приходите к нам почаще у нас много замечательных игр так чё мне все говорят подстригся я ничего не делал я просто всегда виски выбриваю периодически раз в две недели и все больше ничего вечером у нас тоже игра наподобие так сказать этой fire emblem conquest она считается самой сложной игрой в тактической серии что но я кстати гуглил там пишутся важнейшая игра в истории fire emblem conquest и вот мы играем на максимальной сложности приходите кому интересно и до новых встреч стихи Продолжение следует...